ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня мы поговорим про фитолампы. Так ли они нужны нашим растениям? Или все же это пустая трата денег? Все, кто хоть раз выращивал рассаду на подоконнике, знают, как тяжело бедным растениям окрепнуть. Рассада вытягивается, становится хилой, бледной в поисках живительных лучей света. С приближением весны хоть световой день и увеличился, но нашим растениям его недостаточно для правильного роста и развития. А хорошая освещенность очень важна, особенно на ранних этапах развития растений. Если ее будет недостаточно, это приведет к плохому урожаю. Искусственное освещение, конечно, не может скопировать в точности солнечный свет, но вполне может обеспечить достаточно хорошие условия для роста и развития растений. Более того, благодаря специальным фитолампам появилась возможность круглогодично выращивать некоторые культуры и получать урожай несколько раз за один год. А также выращивать растения там, где раньше это было невозможно. Например, в условиях полярной ночи или в помещениях, где нет окон. Как же правильно выбрать фитолампу и чем они отличаются от обычных ламп? И по какой причине на них такие разные цены? От обычных светильников фитолампы отличаются излучаемым спектром. Для хорошего развития сеянцев необходимо обеспечить комплекс спектров. Это не обязательно должен быть весь спектральный диапазон. Главное – присутствие основных составляющих. Синий спектр необходим для выращивания рассады и микрозелени. Вот моя микрозелень посажена пару дней назад. А также синий спектр активирует прорастание семян и стимулирует рост корневой системы. Красный спектр применяется при формировании завязей, а также в период цветения. Для органичного роста рассады необходимо чередовать красный и синий спектр. Голубой и зеленый спектры способствуют накоплению хлорофила в листьях растений. Желтый и оранжевый стимулируют процессы фотосинтеза. Ультрафиолет стимулирует рост зеленой массы и укрепляет корневую систему. У меня фитолампы вот такие. Это бикалорная модель, которая излучает свет в синем и красном цвете. Эти лампы хороши для выращивания рассады. Именно эту цель я и преследовала, покупая эти лампы. Они недорогие. Вот лампа 60 см стоит около 600 рублей, но может быть немного дороже. Для сравнения цена полноспектральной лампы начинается от 2500 и выше. Рассада под моими бикалорными лампами чувствует себя прекрасно. Вот мы с вами вместе сеяли пиларгонию. Чувствует она себя замечательно. Уже появились два настоящих листочка, ее пора пикировать. А вот эустома, которую мы с вами посеяли 11 января. Она тоже прекрасно развивается под этими фитолампами. Также под этими фитолампами прекрасно укореняются черенки. Вот вы меня просили показать, как укоренилась пиларгония. Также у меня здесь хорошо укоренился кодиум в вермикулите. Также здесь у меня укореняются фикусы, которые я обрезала недавно у соседки. Все эти видео вы можете посмотреть у нас на канале. Но у этих ламп есть также и минусы. Человеческий глаз плохо реагирует на цвет этих ламп. Поэтому не ставьте их в том помещении, где вы постоянно находитесь. И еще один минус этих ламп в том, что если вы хотите вырастить рассаду в помещении, где нет окон, эти лампы вам не подойдут. Тут нужны будут лампы полноспектральные. Друзья, следует помнить о том, что круглосуточно подсвечивать рассаду нельзя. Должно быть все, как в природе. День и ночь. Для нормального развития сеянцев требуется не менее 6 часов темноты. Современные фитолампы не потребляют много электроэнергии, поэтому не бойтесь, что вам придут огромные счета за электроэнергию. Ваши комнатные растения также вам скажут огромное спасибо, если вы будете подсвечивать их фитолампами. Помните, мы с вами сажали гиацинт. Это было где-то в середине января. Благодаря фитолампам он уже не только зацвел, но и отцветает. Я даже не успела вам его показать. В общем, как ни крути, если хотите вырастить хорошую рассаду, нужно приобрести фитолампу. А вот какую решать только вам. С вами была Голова Садовая и Снежанна. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока!